Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События вторника в репортажах наших респондентов. Главные новости. 8 заместителей председателя правительства, 16 министров. Глава Крачево-Черкесии Рашид Семрезов утвердил обновленный состав правительства республики. Участили случаи мошенничества с использованием сертификата на материнский капитал. Представители пенсионного фонда рассказали, по каким направлениям можно использовать сертификат. Мы узнаем многое из нашей истории. Совет старейшин Абазинского народа провел встречу со школьниками Инжи Чукуна, посвященной памятным датам военной истории. Короткая, но дивная пора. В Карачево-Черкесии особенно прекрасна золотую осень. В республике на радость жителей наконец наступило бабье лето. Сегодня в соответствии с Конституцией Карачево-Черкесии глава региона Рашид Семрезов представил утвержденный состав обновленного правительства республики во главе с председателем Муратом Аргуновым. Как выглядит персональный состав нового кабинета министров, расскажет Мурат Женкезов. В соответствии с Конституцией Республики председатель правительства представляет на утверждении главе республики структуру и персональный состав правительства, который состоит из восьми вице-премьеров. Первый заместитель председателя правительства Хазер Чекуев, заместители Дмитрий Бугаев, Ирина Гербекова, Мадина Гогова, Евгений Гордиенко, Евгений Поляков, Джанибек Суинов и Мурат Суенчев. Всего в правительстве насчитывается 16 министерств. Кабинет министров обновлен почти наполовину. Ключевые посты занимают уже проявившие себя опытные министры Казим Шаманов, Зурапар Гирбов, Инна Кравченко, Анзур Баташев, Рашид Узденов, Руслан Шаков, Алина Кохов, Роман Баскаев, Альберт Кумуков и Расул Тикеев. Из новых лиц в Кабмине министр промышленности, энергетики и транспорта Хизер Бараногов, министр финансов Вадим Камышан, министр цифрового развития Валерий Медовый, министр природных ресурсов и экологии Диана Качкарова, министр строительства ЖКХ Ренат Семенов. Вновь создано Министерство по делам молодежи. Возглавил его Ибрагим Татаркулов. В свою очередь, председатель правительства Мурат Аргунов выразил уверенность в том, что активная работа по улучшению социально-экономического развития и повышению качества жизни граждан будет продолжена. Цели задачи, которые стоят перед правительством, для нас ясны и в части социально-экономического развития региона, и в части благосостояния наших граждан. Но хочу вас доверить, что мы приложим все усилия для того, чтобы оправдать вашей надеждой и надеждой наших граждан. Рашид Тимрезов обозначил перед новым кабинетом министров задачу тщательно подойти к вопросу назначения заместителей министров, которые, согласно закону, утверждаются президиумом правительства. Мурат Шантьюзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Коечный фонд в Карачаево-Черкесии для больных коронавирусной инфекцией увеличен до 1045 коек. Сегодня в республике выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 26 143 человека. Из них 22 313 выздоровели. 869 человек госпитализированы. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Во второй половине дня местами кратковременной дождь и гроза. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-20. Температура ночью 4-9, в горах минус 1 плюс 4, а днем 19-24 и местами до плюс 19. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 20-22 градусов тепла. Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Черкесске с 14 по 17 октября в Центре развития предпринимательства. Обновленный ассортимент норковых шуб. Рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет в подарок! Яркие образы в новой коллекции шуб и пальто. Рассрочка на весь ассортимент. Всегда низкие цены. Ветские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. В Черкесске участились случаи мошенничества с материнским капиталом. Подозреваются трое женщин, которые обманным путем похищали средства. Зачастую граждан привлекают предложение в интернете получить мат-капитал деньгами. На самом деле предложение только с виду выглядит заманчивым. Сотрудники следственного управления обращаются к гражданам сообщить о противоправных действиях лиц, указанных на фотографиях. Следственным отделом по городу Черкес, следственным управлением, следственным комитетом Российской Федерации, по Карачае Черкесской Республике, возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 159 УК РФ. В рамках расследования данного уголовного дела в качестве обвиняемых привлекаются трое местных жительниц, которые вводили в заблуждение женщин, обладающих правом получения денежных средств в виде средств материнского семейного капитала, которые под различными предлогами похищали у потерпевших денежные средства. Использовать материнский капитал строго по закону представители пенсионного фонда по Карачае-Черкесии предупредили граждан, что за нецелевое использование материнского капитала и участие в противозаконных схемах предусмотрена уголовная ответственность. О назначении материнского капитала и о том, по каким направлениям можно использовать сертификат, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Из-за участившихся случаев мошенничества с использованием сертификата на материнский капитал представители пенсионного фонда республики отмечают, что распоряжаться средствами могут длиться получившие сертификат и только по нескольким направлениям, установленным законом. Наша задача – это защита прав детей на жилье и образование, а также соблюдение федерального закона, утверждают работники пенсионного фонда. Согласно действующим нормам федерального закона распорядиться средствами материнского семейного капитала по-прежнему можно по следующим видам расходования. Это на улучшение жилищных условий, которые подразумевают несколько подвидов по распоряжению этими средствами, такие как заключение договора купли-продажи, использование средств через погашение кредитов, займов, как первоначальный взнос погашения, так и уплата основного долга. Помимо этого можно распорядиться средствами, направив их на строительство, на реконструкцию объектов жилого дома. Помимо этого можно направить материнский капитал на образование детей, формирование накопительной части пенсии матери, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. До достижения правоустанавливающему ребенку трех лет можно распорядиться средствами материнского капитала на погашение кредитов, как первоначального, так и основного долга, и на направление средств на дошкольное образование ребенка. Хотелось бы обратить внимание граждан на то, что сама услуга пенсионного фонда является безвозмездной, то есть не подразумевает уплату каких-либо пошлин, либо каких-либо тарифов, сборов. Соответственно, эта услуга предоставляется на безвозмездной форме. Работники пенсионного фонда предупреждают, чтобы граждане относились внимательно ко всем предложениям от сторонних лиц за определенную сумму оказать содействие в распоряжении средствами материнского капитала. При обнаружении, что данный сертификат не был использован по целевому назначению, сотрудники пенсионного фонда могут направить сведения о нем в правоохранительные органы. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Совет старейшин абазинского народа проводит серию тематических встреч старших с молодежью, посвященных памятным датам военной истории, участию земляков в отечественной и других войнах. Проект является частью реализации президентского гранта «Аллея памяти односельчан», павших на фронтах Великой Отечественной. В этот раз они стали гостями Инжичукунской средней школы. На встречу побывала Фатима Даурова. Встреча добровольца в Абхазии и членов Совета старейшин абазинского народа состоялась с учениками Инжичукунской школы в рамках празднования Дня Победы абхазского народа в Отечественной войне 1992-1993 годов. Очевидцы трагических событий грузино-абхазского военного конфликта, которые сами непосредственно принимали участие в боевых действиях, будучи добровольцами, рассказали детям о важности сохранения мира, о силе духа малочисленного абхазского народа и сплоченности абхазо-абазинского этноса. Такие встречи для молодежи, я думаю, если даже не 100%, найдутся такие дети, которые будут что-то патриотическое возьмут отсюда. Надо уметь защищать свою родину. Если ты родился мужчиной, ты должен быть на все. И если не будет таких встреч, молодежи откуда будет знать. Реальная война – это очень плохо. Страдают совсем невинные люди, мирные жители. Так было в Абхазии. Очень много мирных жителей погибло. Очень много бед принесла эта война. Поэтому дети должны знать, что должны жить в дружбе. Должны, значит, все можно решить мирным путем. И тогда будет лучше жить на земле. Во время таких рассказов сухие факты из учебников и книг словно оживают, становятся близкими каждому. Но уже совсем по-другому звучат и стихи, и воспоминания о моментах войны. И они находят место в детском сердце и вызывают неподдельные эмоции у всех. Данное мероприятие, оно важно тем, что наши дети воспитываются в духе патриотизма. И это особенно важно для подрастающего поколения. Почему? Потому что, конечно, мы проводим очень много мероприятий. Но именно когда проводим встречи, это более запоминающиеся мероприятия и для детей, и для взрослых. Почему? Потому что дети, если вы заметили, они впитывают буквально все события, пропускают буквально через себя. Мне очень нравятся такие встречи, потому что мы узнаем многое из нашей истории. И такие встречи нам нравятся. Ученики долго не хотели отпускать своих почетных гостей. Такой интерес говорит о том, что тема патриотизма, любви к родине и ее истории очень актуальна для подрастающего поколения. Эта встреча надолго останется у всех в памяти, потому что была искренней и эмоциональной. Фатима Дорова, Ислам Урума, Вести Карачаева, Черкесия, Инжи Чукун. После неожиданной сентябрьской непогоды в виде шквалистых ветров, дождей и изморосей, в регион, наконец, пришло долгожданное бабье лето, которое продержится, по прогнозам синоптиков, до конца недели. Наш корреспондент Альбина Курочинова-Кенжева восторгалась красками осени и общалась с жителями республиканской столицы. Есть в осени первоначальной, короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Я рада, что погода наконец-то успокоилась, и мы можем наслаждаться золотой осенью, потому что мы ждали бабьего лета, но был сильный ветер, и на улицу выходить, конечно, не хотелось. Жалко было детей, которые сидели дома. А сейчас, слава богу, все хорошо. Классно вообще, мы так ждали эту неделю теплую. После таких ветров сильных, холодных. Хорошая погода, хорошее настроение. Наслаждаемся, греемся на солнышке. Сегодня хорошая погода. Вот вышли погода.